Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы совершаем память Иосифа Белгородского, тем более важную, что в Белгородские пределы это уже линия фронта, и нужна помощь святых, живших там, для того, чтобы все было по Богу и правильно. Жития святых – это растворенная Евангелие, то есть множество ценнейших повелений Господних в жизни людей растворились и вошли в их жизнь, и мы видим олицетворенное исполнение многих заповедей. В этом смысле жития святых, вообще корпус житий святых – это растворенная Евангелие. По нам наблюдать за исполнением евангельских заповедей трудно или невозможно. По крайней мере, иногда невозможно, иногда трудно. А святые, тем, собственно, и святые, что Христос в них, и они в нем, и все, что Господь говорит, они пытаются делать. Например, там, скажем, заповедь о творении добра в тайне. Архиерей царской России – это была очень высокая фигура. Это был чиновник очень высокого ранга. По табеле о рангах, по составлению соответствий между чиновниками гражданских ведомств, военными, служащими и церковными, архиереи – это были генералы. И, соответственно, находясь в генеральском звании, трудно не охаметь, надуть щеки, расправить плечи и ходить гоголем. Это касается всех этих в табеле о рангах. Иосаф был любитель нищих. И в Евангелии мы слышим, например, что смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, потому что говорю вам, что ангелы их видят постоянно ведь лицо Отца Небесного на небесах. На нем это видно, потому что он был нищелюбец. В этом архиере была любовь к бедной братии. Еще в Евангелии говорится, чтобы мы делали добро тайно, чтобы правая рука человеческая не знала, что делает левая, и чтобы мы не были, как фарисеи, напоказ творящие добро, но совершали в тайне милостыню. Иосаф тайком покидал свой архиерейский дом, в одежде простого человека обходил нищие жилища и, как Николай Чудотворец, отдавал людям необходимую милостыню, не называя своего имени. Хранил свое нищелюбие. Иногда, возвращаясь домой после такого тайного посещения бедных жилищ, он был не узнан своим сторожем, который его крепко прибил. Думал, что какой-то вор лезет через забор в архиерейский дом, неизвестный человек. Думал, что архиерей себе спит спокойно. И он его там крепко поколотил. Иосаф, конечно, на него за это не злился, потому что он ничего плохого ему не хотел сделать, а исполнял свою службу. То есть он в тайне делал всякое доброе дело. Например, в Евангелии говорится, что если будете иметь веру в зерно горчичное, то скажете горе сей, двигнись и верзись в море, и она послушает вас. У него в жизни был случай, когда он ехал в бричке через лес, и на него напали лихие люди, разбойники, которые раньше жили по лесам. Как говорил святой Косма Италийский, в наше время, это как раз 17-18 век, говорит, разбойники живут в горах и в лесах, одеваются в шкуры и выходят на дорогу ночью. А ваше время, потом, говорит, будет время, когда разбойники, самые страшные разбойники будут одеваться в красивую одежду, жить в городах и никого не бояться. Вот это было то время, когда еще разбойники жили в лесах. Не в кабинетах жили разбойники, не в виллах своих, а в лесах. И вот он однажды ехал, и вышли разбойники, которые никого не щадили, для которых убить человека, это что, высморкаться человек. И он одному из них говорит, стой! И он встал. И пока Ясаф не сказал ему там, чтобы он размёрз, он никак не мог размёрзнуть. И он его забрал с собой и сделал его своим послушником этого человека. То есть слово его было сильное. Как мы, например, удивляемся, почему мы говорим, а люди не делают. Потому что слово имеет достоинство разной силы у разных людей. Одно и то же слово, произнесённое разными людьми, имеет разные силы достоинства. Если слово оплачено внутренним трудом, то слово имеет силу. Если не оплачено, силы не имеет. И вот эти многие вещи можно заметить на каждом святом человеке, более или менее известном. У некоторых там меньше про них известно, про некоторых больше. Святой Ясаф как раз воплощает в себе очень много евангельских добродетелей, за что, собственно, мы и благодарны Богу, что он в каждом поколении зажигает эти яркие свечи. Но святости невозможно научиться. Есть, конечно, всякие школы пророческие, ещё раньше были. Есть всякие монашеские традиции, есть книжки всякие умные, добротолюбие, например, или ещё что-нибудь. Есть паломнические места всякие, куда народ ходит, пеший и иконный, посещать святыни. Но святости невозможно научиться. Сколько бы ни учили Моцарта музыки, если бы он не был Моцартом, он бы не стал тем, кем он стал. И святость, она сродни таланту, гениальность. И Ясаф, когда был ещё маленький, однажды в каком-то таком то ли сон, то ли видении явилось отцу его, звали его отца Андрей, он был достаточно серьёзным человеком из казацкого войска запорожского, в достоинстве, кажется, полковника, какой был серьёзный дядька был и набожный. Явилось такое видение, в котором его ребёнок, этот малыш, которого звали Иоаким в крещении, стоит на коленках перед Божьей Матерью и молится ей. А она говорит ему, приятно мне молитва твоя, ну там, говорит, давлеет мне молитва твоя, то есть ты утешаешь меня молитвой твоей. Он ещё маленький был. И она покрыла его таким чем-то таким длинным, таким широким, и это оказалась архиерейская мантия. А ему было там, может быть, 4-5, там что-нибудь близко такого лет. То есть, обратившийся к Богу в взрослом возрасте, например, нам трудно понять, как это можно в детстве Богу угодить молитвами. Уже будучи умными, вроде образованными, там битыми, тёртыми, мы пытаемся приблизиться к Господу через молитву, и мы понимаем, какой это тяжёлый, непонятный труд. Этот ребёнок уже с детства был святой, и здесь есть некая тайна, и надо понимать, что святых нужно чтить, святым нужно подражать, но нужно понимать, что святые – это святые, а не святые – это не святые, потому что этому нельзя научиться. Есть вещи, которым нельзя научиться. Они либо даны, либо не даны. Почему даны, мы не знаем. Бог знает, Он даёт, и Он сам знает. Кому дать, у кого забрать. То есть, некоторым вещам совершенно невозможно научиться. Есть какая-то загадка в родительских отношениях к ребёнку, к зачатию, к вынашиванию, к молитве. Потому что совершенно разные дети рождаются, если мать знала много мужей, или мать знала только отца своих детей. Разные дети будут. Совершенно разные дети будут, если мать, например, прищищалась, когда была беременна, и молилась Богу, и когда она курила папирос и слушала рок-музыку, пила пиво и матом ругалась. Будут разные дети. Одно дело, когда там вот такое, а другое дело, когда такое. Поэтому его родители, у которых имена Андрей и Мария, можно сегодня тоже вспомнить. Упокой, Господи, души усопших работах Андрея и Марии. Как святой Серафим Саровский говорил, что вот кто будет помнить моих папу-маму, Исидора и Агафию, я того тоже не забуду. Люди помнят Исидора и Агафию. Но вот нужно помнить, может быть, ещё также и Андрея и Марию. Потому что они родили такое чадо и научили его молитве. И, может быть, он ещё молитве научился, когда ещё был в очреве. Слышал, как молится отец и чувствовал, как молится мать. Поэтому здесь есть какая-то такая родительская тайна. Это такой след благочестия из древних времён, который, конечно, тяжело сохранить, и он утрачивается с веками. А это, напомню вам, начало 18 века, конец 17-го, начало 18-го века. Поэтому вот здесь надо почтить папу-маму, поплакать о себе и понять, что есть вещи, которых мы не достигнем, уже не достигнем. Но нам что? Нам нужно душу спасти. Нам больше ничего не нужно. Нам не нужно достигать каких-то высот. Нам не надо чудотворствовать, сиять славой, как Самуил, Илья или Елисей. Нам не надо. Надо адекватно оценивать свои возможности. Нам нужно душу спасти. Нам нужно погасить Божий гнев слезами и закрыть свою ноготу добрыми делами. Всё. А людям, которым получилось больше, мы со стороны, с расстояния глядя, мы удивляемся им, восторгаемся ими и стоим в недоумении. У них та же плоть и та же кровь. Тот же хлеб ели, тем же воздухом дышали. Так же родились, так же отошли от мира. Но почему-то у них есть целое сокровище духовных дарований, а у нас этого нет. И здесь есть тайна, и нам стыдно. Это хорошо. Есть тайна, нам стыдно, и это хорошо. Преподобный, я, Саф, имел вещь такую, как память смертная, насадил в себе. У него была такая молитва келейная. На каждый час дня и ночи он старался её читать. Звучит она очень просто. Когда его часы в архиерейском доме били очередной час, там, семь часов вечера, там, или там, три часа утра, он говорил, благословен день и час, в который Господь мой Иисус Христос ради меня родился, распятие претерпел и смертью пострадал. И дальше добавлял просьбу. О Господи Иисусе Христе, в час смерти моей прими душу раба твоего в странстве Иисусе. Молитвами Пречистой Богородицы и всех святых. Аминь. Эту молитву очень легко запомнить. То есть на каждый день, на каждый час, когда вот смотришь, там, допустим, 11 часов, ты можешь там за рулём сидя, или там на кухне возясь, или там, не знаю, по дороге идя, или там где-то, можешь прочесть эту молитву про себя в уме или вслух благословить Господа на каждый час, как мы там говорим, на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемые и славимые Христе Божьи. У нас есть же такая на всякое время, на всякий час. Вот эта молитва на всякий час. Как и у Златоуста есть тоже 24 молитвы на каждый час дня, на каждый час ночи. 12-12. То есть они старались каждый час дня своей, жизни своей, отметить молитвой. У Иосафа там смысл простой. Это благословить Господа воплотившегося нас ради, на кресте умершего, претерпевшего страдания, воскрешшего по смерти, и попросить Его, чтобы Он не забыл нас в день смерти нашей, потому что мы странники, мы странствуем. Это такая очевидная вещь, которая при всей очевидности очень трудно залазит в голову, что мы путешественники, мы странники, мы не стоим на месте, мы движемся. Известно ли вам, что позавчера, поздно вечером, с позавчера на вчера умер один из наших прихожан 49-летнего возраста, он умер внезапно, не так, чтобы там болел-болел, причастился, пособоровался, а умер внезапно, думал одно, случилось другое. Вот смерть, она не такая далекая, как это кажется. И то, что мы стоим на месте, а не ходим, это не значит, что мы не странствуем, мы странствуем. Время протекает сквозь нас, меняет нас, мы даже стоя на месте движемся к последнему часу, к последнему дню, царь последнего дня, Иисус Христос, Господь последнего дня. В последний день Он воскресит умерших и явится во славе Своей, так что сильно обрадуются все те, кто любил и ждал Его, и сильно удивятся все те, кто не верил в Него. И страшно испугаются все те, кто воевал против Него, старался изгладить из мира Его имя, Его слова, Его дела и самого Него. То есть там одни удивятся, другие испугаются, третий возрадуется, четвертых не будет. Там будет страх, удивление и великая радость. И вот мы движемся к этому последнему дню, к Царю Славы, Господу Иисусу Христу, и это нужно знать, но это очень тяжело заходит в голову, это очень тяжело залазит, что я странник, что я уйду отсюда, что я не могу зацепиться здесь, как паучок за стенку, значит, такой, и в уголке спрятаться, что я, меня унесет этот ветер перемен, как бы он будет уносить нас из этого мира. Мир будет меняться, нас будет уносить из него. И мы потом даже не захотим вернуться посмотреть, а что здесь будет потом после нас. Не захотим. Слишком грандиозная жизнь ожидает человека, что он по сравнению с той будущей жизнью грядущей, с этим океаном событий, ему даже будет неинтересно, а что там в доме моем, а что там, там, где я работал, а там, где я родился. Это будет как сон восстающего, то есть как соня отлетевшая, такое, как жизнь моя, или ты приснилась мне. И вот он понимал, этот Ясав, что он странник, что он путешественник, что ему здесь долго оставаться не придется. И он молился заранее, чтобы Господь Бог не забыл его в день смерти его. И поэтому мы помним его сегодня. Потому что архиереев и тогда, и после него, и перед ним были сотни, 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 сотни. И на этой белгородской кафедре после него, и до него были тоже архиереи. Но мы никого из них не помним. Ну, историки, может быть, знают, списки в архивах достанут, назовут нам имена. Но мы их не знаем, не нужны. Потому что мы ничего от них взять себе не можем. Что я от тебя возьму? А вот с него можем брать, потому что он жил на земле, как странник и пришелец. Вот вам парадокс евангельский. Дева родила сына. Три равно одному. Отец и сын, и святой дух это один Бог. И вот вам еще один парадокс евангельский. Те, кто постоянно стремятся к другой жизни и помнят про смерть, оказываются укорененными в этой жизни, как могучие дубы, что их не сковернешь. А те, которые только за эту жизнь и цепляются, только за нее, и никуда больше их мысль не бежит. Они не думают ничего, что будет там, что будет потом, как там я, где Христос, где я, что такое страшный суд. Вообще ничего этого в голове у них нет. Они только за эту жизнь цепляются, и потом вдруг исчезают, как паутина ветром унесенная. И нет их, и не помнит их никто, и не знает их никто, и не нужны они никому. Парадокс. Парадокс, удивительный парадокс. Чем больше ты смотришь на эту жизнь, как на сон, как на нечто временное и маловажное, тем больше, оказывается, ты будешь полезен людям, которые живут здесь, на этой земле. Вот как и Асаф. Они потом прибегут к тебе, и к гробу твоему, и к имени твоему, и к книжкам твоим, и к рукам твоим, и к ногам твоим преподут. Скажут, помолись за нас, человек Божий, потому что ты как дуб, а мы как птички в ветвях твоих. И наоборот, те, которые цепляются за эту жизнь, потом смотришь, был ли мальчик? А где? Что? А кто это? О, был такой великий человек. Кто? Что? Где? Не знаю такого. Нет такого в памяти человеческой. Ну, в архиве остался, в кладбищенском, а в памяти человеческой нет. Понимаете, как парадокс какой? Христианство вообще все сплошь из парадоксов соткано. Когда как бы логика говорит, там такое не бывает. А христианство тихонечко говорит, даже не говорит, просто кивает. Бывает, бывает. Смиренные там, кроткие наследуют землю. Какие кроткие? Землю наследуют вооруженные до зубов, гордые, сильные, такие, как Амир Тимур Тамерлан. Лерва, кто к землю наследует? Говорит, нет, нет. Мимо пройдешь и не заметишь, как он исчез. Кроткие наследуют землю. Кроткие наследуют землю. И те, которые плачут сегодня, им будет хорошо, они утешатся. И горе вам смеющиеся ныне, потому что вас плачете и возрыдаете. И прочее. Евангелие – это сплошной парадокс. И нужно, конечно, этим парадоксом заинтересоваться. Что да, что вот эти все ценности незыблемые, казалось бы, слава, успех, здоровье, карьера, оказывается, что у них есть обратная сторона, которая совсем не такая красивая, как снаружи. А все то смиренное, незаметное, оказывается, у него есть тоже обратная сторона, где слава Божия сияет. Для того мы чтим этих святых людей, чтобы мы, так сказать, занимаемся такой неевклидовой геометрией. Параллельные пересекаются. Все другое. То есть существует четвертый, пятый, шестый измерения. Существует другой мир. Откуда вы знаете? Я знаю, я знаю, что есть святой Николай Чудотворец. Я знаю, что есть святой Иосиф. Скоро будет память святого Спиридона Тремифунского. Если такие люди есть в таком количестве, их так много, чего же я буду сомневаться в том, что есть совершенно другая жизнь, в которой совершенно другие правила, и совершенно другое бытие, бытие другого качества. Червяк живет? Живет. А кит в море живет? Живет. А у них разная жизнь или одна и та же? Разная. Но это жизнь? Жизнь червячная жизнь. Жизнь червяка? Это жизнь червяка. Он живет. А жизнь кита в океане? Это тоже жизнь? Тоже жизнь. Одинаковая? Другая. А жизнь какого-нибудь орла под небесами, это тоже жизнь? Тоже жизнь. Такая, как у кита в океане? Нет, какая? Другая. А у человека? Другая. А у святого человека? Еще другая. Жизни есть много. И поэтому нам нужно от жизни червяка переходить к жизни орла, ну а еще лучше к жизни святого человека. И мы, как мы можем это сделать? Потому что святости невозможно научиться. Если Бог позовет, то позовет, а не позовет, то и не пойдешь. Если позвал и дал силы, то пойдешь и сделаешь. Если позвал, силу не дал, пойдешь и не сможешь. Поэтому здесь везде Господь. Но мы смотрим на этих людей, как на завершивших свой путь. То есть они начали и закончили. Христос был для них не альфа только, а альфа и омега. Начало и конец. Они начали и закончили. Дело украшается завершением. Все мы начали свое дело, братья и сестры. Все мы начали свое дело. Мы сказали, верую Господи и исповедую, положили руки свои на плуг и поперли вперед, и назад нельзя оборачиваться. Возложивший руку на рала и оборачивающийся вспять, не управлен Царство Небесное. Заднее нужно забывать. В прошлом копаться нельзя, носить за собой обиды всякие, вот это все ковыряние, почему так, почему мне сделали так, почему сказали вот это, почему обидели, почему обошли чашей на перу. Забывать, кто оборачивается назад, в том нет любви Божией. Надо положить руку на плуг и попер, 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 пусть не спеша, пусть потихоньку, но только вперед. Христос уже для нас альфа, но пока не омега, потому что никому еще неизвестно, и мне неизвестно, и вам неизвестно, никому неизвестно, как закончится жизнь наша и куда мы стартанем в последний час нашей жизни, как ракета с Байконура, куда полетит пилотируемый мною небесный аппарат, в какую сторону. Поэтому надо, чтобы Христос был для нас и альфой, и омегой, чтобы он был и началом, и концом. И об этом нужно заранее молиться. Потому что, например, тот же Иосаф не был бы святой, как он есть, если бы он заранее не молился Богу о своей смерти. И не была бы его кончина со святыми и память с праведниками. Он заранее знал, что нужно будет умирать, нужно будет уходить, поэтому он говорил, «Господи, слава тому, что ты пришел к нам, слава тебе, ты распялся за нас, слава тебе, ты умер на кресте за грешников и за меня, слава тебе, Господи, вспомни меня в день смерти моей». Это его молитва в вольном пересказе. «Не забудь меня, когда я буду умирать, пусть помолится за меня в тот день, и причистая твоя Матерь и все святые с нею, аминь». И он так жил долго. Попробуйте, кстати, пристегнитесь к этой мысли с тем, чтобы каждый час, например, в течение дня, молиться каждый час по чуть-чуть. Каждый час, но по чуть-чуть. Вот в 11 наступил, там отче наш почитал и хватит. 12 еще раз отче наш и хватит. В час, Богородица Дева радуется, что они там еще, 2, 3, 4, 5, так по чуть-чуть, но каждый час, по чуть-чуть, но каждый час, по чуть-чуть, но каждый час. Ох, как это интересно, потому что у нас люди привыкли, В воскресенье молюсь с утра до вечера, в понедельник вообще не молюсь. В посту много молюсь, Пасха наступила, вообще не молюсь. Ем, пью, сплю, молитва кончилась. Это плохо, когда люди то очень много, то совсем ничего. То очень много, то совсем ничего. У многих такой ритм жизни, то очень много, то совсем ничего. У этого человека было по-другому, у него каждый час по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть, постоянно по чуть-чуть. По чуть-чуть, но постоянно. Это очень попробовать надо. Нужно попробовать прямо. Который час, без 15, ну, сейчас, еще 15 минут, сейчас я почитаю, значит, Слава Вышне к Богу почитаю, или Отче наш, или Богородица Дева, или, помилуй меня Божий, почитаю, или верую почитаю. А потом час пройдет, и я еще буду читать что-нибудь чуть-чуть, но постоянно. Попробуйте. Это все нужно пробовать. То есть все, что мы видим в святых людях, нужно пробовать. Получится, аллилуйя, не получится, значит, из другого теста. Но попробовать надо. У них получилось, у нас тоже может получиться, может не получиться. Но это уж как там Бог даст, потому что мы пустились в опасное предприятие, мы пошли в интересное путешествие. Мы попёрли по горам, по волнам на Северный полюс, там куда-то ещё. То есть мы пошли в глубокие снега, мы идём в Царство Божие. И эта дорога очень интересная, такая петляющая, вихляющая, непростая. Поэтому нужно пробовать, запастись терпением и пробовать. Поэтому с большой радостью и с большим удивлением, с большой благодарностью подобает совершать памяти святых, нам известных. А те, которые нам ещё пока не известны, нужно узнавать их, для того, чтобы в следующем году или в этом же ещё году совершать и им с удовольствием, радостью и с удивлением святую память, чтобы небо и земля соединялись, чтобы не было так, что люди на земле, как тараканы, ползают совершенно без небесного воздуха, чтобы те, кто уже на небесах, чтобы они протягивали руку нам и слышали наши вздохи, и чтобы было небо и земля одно. Когда говорят, да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Это же об этом. Чтобы как там всё хорошо, так и здесь пусть будет всё хорошо. Вот мы это должны делать. Но мы делаем это, но как-то делаем, но надо делать больше. Надо делать лучше, надо делать усерднее. Святой Иосиф сегодня на языке нашем и в памяти нашей. И надеюсь, что будет его молитва с бойцами нашими и с гражданскими нашими, по которым летает вражеское железо, прицельно пущенное, снаряжённое со смертью. Там нужна его молитва. Потому что есть такие белгородцы, которые не знают про него ничего. Есть такие, ещё раз повторю, белгородцы, которые про него не знают ничего. Это всё равно, что есть такие москвичи, которые не знают, кто такой Патриарх Тихон, или кто такая Блаженная Матрона. Тоже москвичи называется. А есть такие, скажем, не знаю, петербуржцы, которые никогда не были у Блаженной Ксении на Смоленском кладбище. Тоже ещё петербуржцы. И эти петербуржцы, и москвичи, и все остальные белгородцы счастья хотят, хотят счастья. Думают, что счастье – это супермаркет. Что пришёл, расплатился, значит, нажрался и весёлый. А жизнь, она же другая. В жизни другие смыслы закопаны. В жизни есть страдания, есть страх, есть смерть, есть боль, есть Евангелие, есть Христос, есть крест Христов. Есть святые божии человеки. Это нужно всё узнавать, пока не поздно. Смерть может прийти к тебе так внезапно подкрасться, и Бог ей разрешит. Может, не разрешит, а может, разрешит. Смерть подойдёт внезапно, как вор в подворотне, ударит ножом и исчезнет, а ты ляжешь и не встанешь. И всё. Вот поэтому память смертная – это не для стариков, это для всех. С тех пор, как у человека появляется в мозгах эта мысль, в голове и в сердце, что вот надо ему. И об этом тоже думать надо, уже пора. Об этом можно думать в разном возрасте, по-разному. Святой Иосаф умел в 5-6 лет удавлить Богородицу молитвой, то есть принести ей духовное утешение и радость от своих детских молитв. То есть это бывает в разном возрасте. Благодарим Создателя в Троице Единого и Славимого Отца Безначального, Единородного Сына Воплощенного Иисуса Христа и Духа Святого Животворящего за то, что мы имеем возможность служить, читать, петь, разговаривать, узнавать новое и ставить себе жизненные цели. Тот, кто ставит перед собой правильные жизненные цели, тот будет жить. Тот будет жить и плод принесёт, и плоды его будут Богу приятны. То есть нужно сегодня опять ставить себе новые жизненные цели. Хочу узнать побольше о святых, хочу научиться молитве, хочу вот это, хочу вот это. Нужно ставить себе правильные духовные приоритеты, и это можно делать каждый день. Для этого нужно служить и молиться. Служить и молиться. Молитвами святого Иосафа, милостивый, укрепи войско наше, сохрани Белгородскую область и всех живущих в ней, и нас помяни и помилуй, око благо человека любец. Аминь. Спасибо. Спасибо.